Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 15 июня. Житие Блаженного Иеронима. Родина Блаженного Иеронима – незначительный городок Стридон, лежащий на границах Далмации и Панонии. Время рождения этого Великого Отца Западной Церкви точно неизвестно. Как известно точно, и его мирское имя неизвестно. Вероятнее всего, он носил имя Евсевия в честь своего Отца. Родители Блаженного Иеронима принадлежали, как можно думать, к классу богатых отпущенников. Они были христиане, и своему старшему сыну дали строго христианское воспитание. Пояснение. То есть были рабами, и затем получили свободу. «Я скормен», – говорил впоследствии о себе Блаженный Иероним, – «на кафолическом молоке самой своей колыбели, и был тем более предан Церкви, что никогда не был еретиком». Начальное образование Иероним получил дома, причем учитель его, несмотря на суровость своего характера, сумел внушить талантливому ученику любовь к науке. Потом, для завершения образования, родители послали Блаженного Иеронима в Рим. И по обычаю времени в курс учения входили логика и, как главные предметы, грамматика и риторика. Блаженный Иероним, кроме того, ознакомился и с учениями некоторых философов, но особенно много времени уделял он изучению красноречия. Он посещал суды, чтобы послушать знаменитых судебных ораторов. Здесь же, в Риме, в годы своей юности, Иероним положил начало своей библиотеке, которая во все время последующей жизни служила ему большим утешением. Пребывание в столице мира среди соблазнов и искушений оставило печальный след в душе Иеронима. Он сам признавался, что во время скользкого странствования своей юности вел в Риме нечистую жизнь, обстоятельства стоившего ему потом многих слез и горьких сожалений. Однако эти уклонения с пути благочестия не могли заглушить в нем искру Божию, зароненную в его душу с раннего детства. Он не разрывал молитвенного общения со своими братьями по вере. Кроме того, в воскресные дни он вместе с Помахием и другими товарищами обычно посещал гробницы мучеников, находившихся в окрестностях Рима. Когда при этих посещениях Иерониму приходилось спускаться в темные катакомбы, ему невольно казалось, что он живым сходит в могилу. Здесь же в Риме еще до окончания образования в Иерониме созрело решение изменить свою жизнь и начать новую, чистую и добрую. Вероятно, он не замедлил закрепить свое намерение к крещениям. Точное время крещения блаженного Иеронима неизвестно, но с большой долей приближения к истине допустимо предположение, что он крестился, когда ему было около 20 лет, и что таинство совершил над ним или Папа Либерий, или один из членов его клира. По удалению из Рима блаженный Иероним предпринял большое путешествие по Галлии вместе с Бонозом, товарищем своим по школе и молочным братом. Во время этого путешествия Иероним, по его собственному выражению, на полувавровских берегах Рейна впервые почувствовал желание служить Богу, то есть в нем начало пробуждать все стремления к монашеству с его обетами девства и бедности. Около 372 года блаженный Иероним возвратился в Стридон из своего путешествия по Галлии. Родители его уже умерли, и на нем лежала забота о наследственном имении, о сестре и юном брате Павликиане, последний был на 20 лет моложе его. Вероятно, эти заботы помешали Иерониму вполне осуществить его намерение об удалении из мира, и он лишь отчасти удовлетворял свое стремление к монашеству, проживая временами в Аквилее, где образовался небольшой полумонашеский кружок из близких между собой к блаженному Иерониму лиц. Но кружок этот неожиданно по каким-то причинам, о которых Иероним упоминает глухо, распался. Тогда Иероним отправился на восток, чтобы посетить главным образом Иерусалим, а также отшельников Сирии и Египта. В это путешествие блаженного Иеронима сопровождали его друзья, бывшие члены Аквилейского кружка Иннокентий, Никей, Илеодор, Ива и Ивагри. Последний, впрочем, шел с ними лишь по родной ему Антиохии, да родной. Свое путешествие они совершали через Фракию, Вифинию, Понт, Галатию, Каппадокию и Киликию. Тягости дальней дороги, соединенные с аскетическими подвигами, подорвали силы благочестивых паломников. Когда они достигли Антиохии, где нашли радушный приют у Ивагрии, приют, то Иероним заболел, а Иннокентий в великой скорби блаженного отца давно даже умер. Умер и Ила. Печаль усилила болезнь Иеронима, продолжавшуюся довольно долгое время, по всей вероятности до весны 374 года. Выздоровев, Иероним занялся изучением Священного Писания, склонность к чему пробудилась у него еще ранее. Пояснение. Вскоре после окончания образования в Риме им было написано толкование на книгу пророка Авдия. С этой целью он слушал беседы по истолкованию Священного Писания у известного Аполлинария. Аполлинарий, епископ ладикийский, не ограничиваясь отрицанием арианских положений в учении о Сыне Божьем, об арианстве, стремился утвердить положение им противоположное. Не оставлял он намерение удалиться в пустыню, куда особенно влекло его по смерти близких лиц, тем более, что Илеодор и Никей не хотели уже продолжать путешествие. В 374 году Иероним решил поселиться в сирийской Фиваиде, пустыне Халкидонской, к востоку от Сирии. Здесь он пробыл почти пять лет, живя, вероятно, в каком-либо монастыре и по временам оставляя его для пустынного уединения. Одобряя общежитие и совету его другим, блаженный Иероним, как показывает его жизнь Павла-отшельника, питал в то же время особенное уважение, граничившее с благоговением, к тем подвижникам, которые поселились поодиночке в отдаленных местах пустыни, находили себе приют в горных пещерах, иногда они по нескольку лет не видели человеческого лица, и лишь дикие звери да скорпионы нарушали их уединение. В сейчас названном сочинении блаженный Иероним упоминает, между прочим, о двух отшельниках, которых сам видел в пустыне Халкидонской. Один из них тридцать лет питался только ячменным хлебом и пил грязную воду. Единственной пищей другого служили финики, которые ему ежедневно, в количестве пяти штук, бросали на дно старого водоема, где он жил. Умерщвляя плоть свою молитвой, суровыми подвигами поста, лишений и физических трудов, блаженный Иероним в пустынном уединении всего себя посвятил изучению священного писания, пользуясь нужными для этого книгами из своей собственной библиотеки, библиотеки живших по соседству в Антиохии и друзей, главным образом Евагрия. В это же время под руководством одного обращенного иудея он начал изучение еврейского языка, на котором главным образом написаны книги священного писания Ветхого Завета. Последнее занятие для блаженного Иеронима служило и смиряющим средством. Этой цели вполне соответствовали и унизительность изучения алфавита, и немузыкальность слов еврейского языка, малоприятная для блаженного Иеронима, образовавшего свой слог на изучении лучших представителей классической литературы. К этому времени жизни блаженного Иеронима, вероятно, относится следующий замечательный сон, который он описывает таким образом. «Жалкий человек, — говорит он, — я постился как раз перед тем, как намеревался читать Сесерона. После многих продолжавшихся по целым ночам бдений, после слез, исторгнутых из самого моего сердца, воспоминаниям о моих прежних грехах, я обыкновенно брался за плавта. Если, придя в себя, я начинал читать пророков, то их грубая речь коровила меня, и так как я не видел света своими слепыми очами, то думал, что это вина не моих глаз, а вина солнца. Когда он и древний змей таким образом искушал меня, около половины поста мое изможденное тело было схвачено лихорадкой, семена которой находились во мне, и без всякого облегчения она так питалась моими несчастными членами, что едва кожа держалась на моих костях. Между тем уже делались приготовления к моему погребению, и жизненный жар моей души едва теплился в незначительной теплоте моей груди, причем все тело мое холодело. И вот вдруг я был восхищен в духе предсудилища божественного судьи, где был такой поток света и такой блеск славы от ангельских зрителей, что, простершись на землю, я не смог поднять своих глаз. На вопрос о том, кто я такой, я отвечал, что я христианин. «Ты лжешь?» — отвечал, спросивший. «Ты цисеронис, не христианин, ибо где твое сокровище, там и сердце твое». Мгновенно я онемел и под ударами, ибо он повелел подвергнуть меня обичеванию. Я еще более был мучен огнем совести, размышляя об известном стихе. «Вадик, кто исповедует тебя?» Но я начал кричать, и под удары бича громко вопя говорил «Помилуй меня, Господи! Помилуй меня!» Наконец, стоявший около меня, бросившись на колено к ногам судьи, умоляли его простить мою юность и дать возможность раскаяться в моем заблуждении, а впоследствии подвергнуть меня муке, подвергнуть, если когда-нибудь буду читать книги языческой литературы. Сам я, который в этой смертельной нужде готов был обещать, даже больше того, начал каяться и, призывая его имя, говорил «О, Господи! Если я когда-нибудь буду читать их, то да буду отвергнут Тобою!» Отпущенный после произнесения этой клятвы, я возвратился в высшую область воздуха и, к удивлению всех, открыл свои глаза, залитые таким потоком слез, что мой страх убедил даже неверующих. И действительно, это было не сновидение и не простой сон, которыми часто обманываемся мы. Это судилище, перед которым я стоял, этот грозный суд, которого я опасался, есть мой свидетель. Да не буду я опять никогда приведен на этот суд. Я признаюсь, что мои плечи посинели от побоев, что, проснувшись, я чувствовал самые удары, и что отсели, я читаю божественные книги с большей ревностью, чем раньше читал человеческие книги. Из пустыни Халкидонской блаженный Иероним поддерживал общение с близкими ему лицами путем переписки, которые он пользовался как средством для горячего призыва к аскетическим подвигам. В этом отношении особенную известность получила письмо блаженного Иеронима Пресвитеру Илеодору. В следующих пламенных словах он убеждает своего друга отречься от мира. Долой с мольбами, прочь с ласками. Ты пренебрег мной, когда я просил тебя. Быть может, ты послушаешь меня, когда я буду укорять тебя. Изнежившийся и воин, что ты делаешь в твоем предательском доме? Вот звук трубный раздается с неба, вот с облаков сходит вооруженный вождь для покорения мира. Вот обоюдоострый меч, исходящий из уст его, разрушает все препятствия. А ты выходишь ли из комнаты на битву из тени на солнце? Вот противник в самой твоей груди старается убить Христа. Хотя бы твой маленький племянник повис на твою шею. Хотя бы с распущенными волосами и с разодранными одеждами твоя мать показывала тебе те груди, которыми она питала тебя. Хотя бы твой отец лежал на пороге, перейди по его телу с сухими глазами и беги под знамя Креста. В подобном деле единственная истинная сыновья и любовь состоит в том, чтобы быть жестоким. В Антиохии в начале 60-х годов 4-го столетия явились одновременно два епископа. Милетий и Павлин, избранный в 358 году с согласия православных и Ариан, так как те и другие считали его своим сторонником, Милетий в действительности оправдал надежды православных, заявив открыто, что он содержит то учение о Сыне Божьем, которое изложено отцами Первого Вселенского Собора. Но ввиду того, что Милетий был избран не без содействия Ариан, православные ревнители с любовью, чтившие память великого иерарха антиохийской церкви Евстафия, несправедливо не изложенного по проискам Ариан, отделились от Милетия во главе с пресвитером Павлином, который в 362 году был возведен в сан епископа. Положение дела осложнилось, когда в 376 году в ту же Антиохию был поставлен еще третий епископ, Аполлинарист Виталий. Раздоры между партиями усиливались еще богословскими спорами, сосредоточенными на вопросе о достоинстве и равночестности лиц Пресвятой Троицы. В то время как Павлин для выражения учения Пресвятой Троицы принимал формулу, выработанную на Западе, в Пресвятой Троице одна ипостась в трех лицах, Милетий, следуя слову потребления Востока, признавал одну усию и три ипостаси, то есть одну сущность и три лица. Сущности сторонники той и другой формулы разумели одно и то же, только выражали тождественную мысль разными словами. Пояснение. Как западные, так и мы, говорит Святой Григорий Богослов. Благочестиво объявляем, что существует одна сущность и три ипостаси, но так как скудость их азбуки не дает отдельного выражения для усии ипостаси, то они принуждены вводить слово «просапон» – лицо, чтобы не казаться признающими трясущность. Может ли быть что-либо более смешным или жалким, чем делать это предметом спора? Эти распри, вызванные в Антиохии милитянским расколом и иорианскими волнениями, проникли в соседнюю с ней Халкидонскую пустыню, где подвязался блаженный Иероним. В письме к папе Дамасу занимал кафедру с 366 по 384 год. Он в следующих словах сетует на нарушение пустынного уединения, вызванного указанными причинами. «Неутомимый враг последовал за мной и в пустыню, так что теперь я в уединенной жизни выношу борьбу еще худшую, чем до поселения в пустыне. С одной стороны, иритцарианское безумство, поддерживаемое охранителями мира. С другой стороны, церковь Антиохии, разделенная на три партии, стремится захватить и меня в себя». Чем далее шло время, тем более усиливались раздоры в Антиохии, а вместе с этим увеличивались и беспокойства, причиняемые ими блаженному Иерониму. В письме пресвитеру Марку спустя два года после писем Дамасу «Блаженный отец, между прочим, говорит, зачем они называют меня еретиком, когда я согласуюсь с Западом и Египтом? Мне не уступлено ни единого уголка в пустыне. Меня ежедневно спрашивают о моей вере, как будто бы я вновь родился без веры. Я исповедую, как они желают. Это не нравится им. Я подписываю, они не верят мне. У них одно только желание – отделиться от меня. Я готов уйти». И действительно, вскоре блаженный Иероним удалился из пустыни в Антиохию, вероятно, к другу своему Ивагрию. В Антиохии блаженный Иероним присоединился к общине павлина, последний и рукоположил его во пресвитера. В описываемый период пребывания в Антиохии не могло быть приятным для блаженного отца, ищущего покоя. Поэтому он пробыл здесь недолго, привлекаемый славою о Григории на Зионзине, как церковном учителе. Блаженный Иероним отправился в Константинополь, епископом которого в это время и был святой Григорий. Пояснение. Святой Григорий Богослов, великий отец церкви, вселенский учитель, родился около 329 года в Арианзе, местечко Киугу от Назианзе, незначительного городка Каппадокии. В раннем детстве святой Григорий видел сон, поразивший его и предуказывавший ему путь последующей жизни. Целомудрия и чистота в образе прекрасных дев явились ему, приглашаясь следовать за собою. Среднее образование святой Григорий получил в Кесарии Каппадокийской, где и встретился впервые с Василием Великим. После этого в целях довершения образования он предпринял путешествие в Кесарию Палестинскую, Александрию и Афины. Время пребывания в Афинах, довольно продолжительное, навсегда оставило в душе святого Григория лучшие воспоминания. Здесь он подружился с Василием Великим, причем два друга, знали лишь два пути в школу и христианскую церковь. Здесь же он познакомился с будущим императором Юлианом, приобретшим впоследствии печальную известность своим отступничеством от христианства. Юлиан произвел на святого Григория отталкивающее впечатление. Около 357 года с печалью покинул святой Григорий Золотые Афины. Через Константинополь прибыл на родину, где и принял крещение. В 359 году, в день Рождества Христова, Григорий неожиданно для него был посвящен во пресс-фитера своим отцом Григорием, старшим, епископом Назианза. Когда отец Григория Богослова по простоте подписал полуарианский символ и тем возбудил против себя православную паству, святой Григорий примирил ее с епископом. Между тем Василий Великий, уже епископ кисарийский, едва не насильно посвятил своего друга Григория во епископа для местечка Сосим. Но святой Григорий в сане епископа остался при своем престарелом отце в качестве его викария и помощника до самой его смерти, последовавшей в 373 году или начале 374 года. Вскоре скончалась и мать святого Григория Нонна. Брат и сестра умерли ранее. Тогда святой Григорий удалился в Селевке в монастырь святой Феоклы, стремясь к подвижничеству, от которого ранее его отдаляли обязанности по отношению к родным. Из Селевки святой Григорий был вызван православным в Константинополь для защиты православия, гонимого арианами. В мае 381 года, когда по воле императора Феодосия был создан Второй Вселенский Собор, святой Григорий, согласно желанию императора и народа, был избран на праздную кафедру константинопольского епископа. Отцы собора утвердили это избрание. Вскоре скончался председатель собора Милетий Антиохийский, и его место, естественно, занял вновь избранный епископ столицы, то есть святой Григорий. Не в согласии между ним и отцами собора, главным образом взгляда на те меры, какими следует прекратить милетийский раскол в Антиохии, заставили святого Григория удалиться на родину, где он проводил время в уединении, занимаясь литературными трудами. Здесь он и скончался в 389 году. После себя святой Григорий оставил значительное число сочинений, 45 слов и 243 письма и собрания стихотворений. Слова и некоторые письма святого Григория имели большое влияние на выяснение православного учения о Пресвятой Троице и о лице Господа Иисуса Христа. Конец пояснения. Впоследствии Блаженный Иероним не раз вспоминал, как много он обязан святому Григорию, руководившему его при занятиях, посвященных изучению Писания. Здесь, в Константинополе, Блаженный Иероним встретился с христианским богословом-философом Григорием Низским, который читал ему свое только что написанное сочинение против еретика Евномия, погрешавшего против православного учения Святой Троицы. В конце 381 года Блаженный Иероним покинул гостеприимный Константинополь и отправился в Рим, побуждаемый по его собственному выражению церковной необходимостью. Нужно думать, что Блаженного Иеронима вызвал в Рим Папа Дамас на собор по делам злополучного милитянского раскола, не прекратившегося в антиохийской церкви по смерти Милетия. Вторым Вселенским собором в Константинополе на место Милетия по его смерти был избран Флавиан. Папа же с западными епископами поддерживал Павлина, бывшего антиохийским епископом, и в одни Милетия. Собор в 381 году при императоре Феодосии Великом. Это разногласие между Восточной и Западной церковью было причиной создано Дамасом собором, как поставленный западным епископом Люцифером, епископом с острова Сардиния. Павлин всегда находился в связи с Западом. Поэтому, когда на соборе зашла по смерти Милетия речь о его преемнике, то отцы собора избрали не Павлина, поддерживаемого Западом, а пресвитера антиохийской церкви Флавиана. Ибо справедливо говорили они, в делах Восточной церкви должен быть господином Восток, а не Запад. Блаженный Иероним прибыл в Рим с Павлином и Епифанием, с которыми он встретился в Константинополе, куда они зашли на пути в Рим. Пояснение. Святой Епифаний был сын бедного еврейского земледельца в палестинском, еле в ферропольском округе. Десятилетним сиротой был усыновлен, заменившим ему отца еврейским законоучителем Трифоном. В Риме блаженный Иероним тотчас же получил должность секретаря папы и собора. Отцами собора блаженному Иерониму, между прочим, поручено было изложить исповедание веры, направленное против еретического заблуждения Аполлинария. Вообще, положение блаженного Иеронима при папе Дамасе, особенно в начале, было очень влиятельным. Папа, занимавшийся исследованиями в области изучения священного писания, пользовался указаниями блаженного Иеронима, поощряя его в то же время к тем же занятиям. В первые годы своего пребывания в Риме блаженный Иероним за его аскетический образ жизни, за ученость и красноречие, пользовался всеобщим уважением и широкой известностью. Достаточно сказать, что блаженного отца открыто называли преемником папы Дамаса по кафедре римской церкви. Но спустя недолгое время блаженный Иероним стал предметом ожесточенной ненависти. Его настойчивое указание, что достижение христианского совершенства невозможно без полного отречения от мира и плоти, отталкивало от него не только язычников, но и многих христиан. Этим обстоятельством воспользовались некоторые порочные члены тогдашнего общества, чтобы обвинить подвижника в лицемерии, распространяя про него всевозможные клеветы и обвинения. Многих смущало и то глубокое уважение, с каким блаженный Иероним относился к Оригену. Пояснение. Ориген знаменитый учитель Александрийской церкви. Чудо своего века по уму и глубине учености. Многие замечательнейшие из отцов церкви с глубоким уважением относились к богословским трудам и заслугам Оригена. Но впоследствии он еще при своей жизни был осужден как еретик на двух местных Александрийских соборах. И по кончине на Константинопольском соборе 543 года. Не высказывая своих неправославных мнений, как непреложная истина Ориген, тем не менее неправо мыслил о многих истинных вероучениях христианской церкви. Почему некоторые считали сомнительную твердость его в главнейших христианских догматах. Развивая неправославные учения о предсуществовании душ, он неправо мыслил о Христе, полагая, что Бог создал определенное число духовных существ, равного достоинству, способных уразумевать божество и уподобляться Богу. А один из этих сотворенных духов с такой пламенной любовью устремился к божеству, что неразрывно соединился с божественным словом или стал его тварным носителем. Это, по мнению Оригена, и есть та человеческая душа, посредством которой Бог Слово мог воплотиться на земле, так как непосредственное воплощение божества, по его ошибочному мнению, немыслимо. Держа теоретического воззрения на воплощение Бога Слово и сотворение мира и человека, Оригена в неправославном смысле понимала смерть Христова, представляя ее чем-то повторяемым духовно в духовном мире, имеющим там действие на освобождение ангелов. И приписывая в деле спасения слишком много действий обыкновенных сил, коими одарена наша природа. Неправо мыслил Оригена в некоторых пунктах своего учения о воскресении будущей жизни, например, о том, что дьявол может спастись. И в толковании священного писания слишком многое принимал в таинственном смысле в ущерб историческому смыслу писания. Но, во всяком случае, заслуги Оригена перед церковью более значительны и покрывают его заблуждения. В своих школах он воспитал много замечательных отцов и учителей церкви, из коих некоторые ему обязаны своим обращением из язычества в христианскую веру, с которой он хотел согласовать знания и философию. Особенно замечательны его труды по изучению священного писания, и, главное, по восстановлению ощущений подлинного текста. Замечательные сочинения Оригена, направленные к защите христианства против его врагов и еретиков. В гонении деки Ориген удостоился славы мужественного исповедника Христова. Скончался с 70-летним старцем в Тире в 254 году. Конец пояснения. Такая враждебная настроенность, поставлявшая в вину блаженному Иерониму даже его очевидные заслуги, особенно усилились после его письма к Юлию Евстохию о сохранении девства. Пояснение. Так, например, сделанный блаженным Иеронимом по поручению Папы Дамаска необходимый и полезный пересмотр латинского перевода книг священного писания. Возбудил ожесточенную вражду, потому что он лишал христиан многих привычных и любимых изречений священного писания, которые, хотя и были ошибочно выражены по сравнению с подлинным языком священных книг, но вследствие долгого употребления сделались дорогими. В нем блаженный Иероним обличает и осмеивает нравственную распущенность и религиозное лицемерие современного им римско-христианского общества и преимущества на духовенство. Письмо вооружило против блаженного Иеронима буквально всех римских христиан, тем более что все язычники, отступники и все, кто с ненавистью относился к имени христианскому, ревностно списывали это письмо, потому что оно обесславливало все классы христиан, все степени, все профессии и всю церковь, подвергая их постыднейшему позору. Так упрекал впоследствии блаженного Иеронима за злополучное письмо и его бывший друг Руфин. Во время этой бури негодования, возбужденной помянутым письмом, блаженный Иероним находил некоторый покой в обществе благочестивых друзей, расположенных к нему и уважавших его. Этот небольшой кружок составляли Помахий, Патриций и товарищ блаженного Иеронима по школе, Ациан, впоследствии друг блаженного Августина, Марцелин, нотарий, человек очень знатный, и пресвитер Домнион. Сейчас поименованных друзей блаженный Иероним сравнивал с Даниилом, Ананией, Азарием и Месаилом. К этому обществу принадлежали и следующие благородные, благочестивые и образованные женщины, Мелания, Альбина и ее дочь Марцелла, Лея, Осела, а также Павла с ее дочерми, Близиллой, Евстохией, Павлиной и Руфиной. В последней семье блаженный Иероним был особенно расположен. Благотворное влияние блаженного Иеронима на связанных расположением к нему благородных и знатных женщин Рима было особенно важно ввиду крайнего упадка нравов того времени. Он давал пример лучшей христианской жизни, которая сама за себя свидетельствовала. Руководство блаженного Иеронима кружком преданных ему лиц заключалось в том, что он читал и объяснял им священное писание, стараясь склонить их к решимости, вести аскетический образ жизни, сохраняя девство или вдовство. В 384 году умер высокий покровитель блаженного Иеронима Папа Дамас. Его место занял Сирицы, человек не столь просвещенный и неодобрительно относившийся к деятельности блаженного Иеронима. Язык клеветников уже ничем более не сдерживался, так что блаженный отец месяцев через семь после кончины Дамаса и после своего трехлетнего пребывания в Риме принужден был оставить последний. Он удалился из него вместе со своим юным братом Павлинианом и с пресвитером Винцеттием. Простившись с друзьями, провожавшими его до пристани, блаженный Иероним с тоской в душе взошел на корабль, чтобы уже навсегда покинуть вечный город. Впоследствии пожелания императора Гонори Марцелин председательствовал на Карфагенском соборе 410 года, созданном для примирения донатистов с православными. Простившись с друзьями, провожавшими его до пристани, блаженный Иероним с тоской в душе взошел на корабль, чтобы уже навсегда покинуть вечный город. Единственным утешением при этом скорбном расставании блаженному Иерониму служила та мысль, что если ему и суждено было сносить позор ложного обвинения, то он познал, что через худую молву и достигается Царство Небесное. И при судилищем Христовом обнаружится, как каждый жил. Блаженный Иероним покинул Рим с намерением посетить Святую Землю. На пути туда он, между прочим, останавливался на острове Кипри, где гостил у епископа Соломинского Святого Епифания, и в Антиохии под радушным кровом епископа Павлина. Здесь, в Антиохии, к блаженному Иерониму присоединились Павла и Евстохия, порвавшая все связи с родным Римом ради благочестия. Из Антиохии паломники во Святую Землю Павла и Евстохия в сопровождении молодых девственниц Иероним с Винцеттием, Павлианом и немногочисленной группой монахов отправились вместе. Они посетили башню Святого Пророка Ильи в Сарепте и лобызали песок на том месте в Тире, где преклонял колено святой апостол Павел. В Кесаре они осматривали дом сотника Корнилия и небольшие комнатки в доме благовестника Филиппа, где некогда во дне святых апостолов жили его четыре дочери-девственницы. В Иерусалиме паломники с благоговением лобызали крест Христа, его гроб, столб, бичевание. Они посетили все места Иерусалима, освященные воспоминанием о Господе Иисусе Христе. Из Иерусалима, миновав гробницу Рахили, паломники прибыли в Вифлеем. Здесь, на месте рождения Христа Спасителя, Павла в священном восторге воскликнула, «Достойна ли я, жалкая грешница, поцеловать ясли, в которых плакал Господь, будучи малым ребенком? Молиться в пещере, в которой Дева Мария родила младенца Христа? Это родина моего Господа! Здесь я буду жить, так как Спаситель избрал ее!» После Вифлеема, паломники, посетив часовню ангела-благовестника пастухам, направились к Мертвому морю через Газу и Хеврон. Затем, побывав на Иордане, через Вифиль, селом и Назарет, они достигли моря Горилейского и горы Фавора. Из Палестины паломники отправились в Египет, где целый месяц пробыли в Александрии. Здесь блаженный Иероним слушал знаменитого по своим знаниям Священного Писания учителя Александрийской огласительной школы слепца Дидима, преемника по кафедре Оригена. Когда путники прибыли в Нитрийскую пустынь, их встретил епископ Исидор с бесчисленными толпами монахов. После общения с Нитрийскими пустынниками, паломники осени 386 года возвратились в Вифлеем. Для жительства паломников, решивших остаться в Вифлееме, Павлой предпринята была постройка монастырей женского и мужского. Последним настоятелем был блаженный Иероним. Павлой затем построено было еще два женских монастыря. Стройка продолжалась около трех лет. Все это время Павла с девственницами и блаженный Иероним с монахами прожили в малоудобных помещениях. Кроме монастырей, Павла выстроила страноприимный дом, где при посещениях Вифлеема находили бесплатный приют паломники. В большом числе стекавшиеся во святую землю даже из таких отдаленных мест христианского мира, как Галия, Британия, Армения, Понт, Ефиопия и Индия. Страноприимный дом был открыт для всех паломников, исключая и еретиков. Иосиф и Мария, говорит блаженный Иероним, если бы опять пришли в Вифлеем, вновь не оказались бы без места. Широкая и щедрая благотворительность истощила, наконец, и богатые личные средства Павла. Так что блаженный Иероним в целях поддержки монастыря вынужден был отправить в Далмацию своего брата Павлиниана с поручением продать его личное наследство. Сам блаженный Иероним жил в пещере, находившейся по соседству с пещерой Рождества Христова. Пищей ему служил хлеб со съедобными травами, а питьем вода. Да и эту скудную пищу блаженный отец в постные дни вкушал лишь по закате солнца. Он руководил иноками своего монастыря Назирая в то же время за благочестивыми упражнениями и занятиями Павла и Евстохии. Причем настойчивые расспросы последних о тех или других малопонятных местах священного писания ставили в большое затруднение его самого. Часть трудового дня блаженный Иероним уделял и еще на преподавание мальчикам. Но главным занятием его, как и прежде, было изучение священного писания и переписка. В Сульпице-Север, проживший с блаженным Иеронимом, в его пещере шесть месяцев, свидетельствует, что блаженный отец всегда был занят чтением или письмом, почти не пользуясь отдыхом, не только днем, но и ночью. Здесь, в пещере, блаженный Иероним собрал себе, не жалея средств, обширную библиотеку, главным образом из трудового регена, дедима, иренея и все веки сарийского. В связи с главным занятием блаженного Иеронима по изучению и сцелкованию священного писания, стоит его занятие еврейским языком стоит, которое он продолжал и в Вифлееме. Эти занятия он вел то с раввином в Вараниной, то с раввином из Лиды и Литивериады, причем последний брал за свои уроки высокую плату. Блаженного Иеронима при изучении еврейского языка воодушевляло, кроме стремления ознакомиться с подлинным языком медхозаветных священных книг, желание опровергнуть насмешки над христианами и иудеев. Последние указывали, что текст описания, на которые ссылаются христиане, имеет будто бы другое значение в подлиннике. Время пребывания блаженного Иеронима в Вифлееме было временем расцвета его литературной деятельности. Особенно это нужно сказать про первые 10 лет. Затем приступы горячки, страх общественных бедствий, охвативший весь Восток, трепетавший в ожидании нашествия гуннов, нарушили мирное пребывание блаженного Иеронима в Вифлееме. Пояснение. Сульпидцы Север, умерший в 410 или 429 году, родом из Аквитании. Сначала был адвокатом, а потом по смерти жены удалился в 392 году в монастырь близ Безьера. А отсюда в 429 году он перешел в Марсель, известен своей близостью к святому Мартину Турскому, жизнь которого написал подробно, но не совсем правдоподобно. Кроме того, он написал историю или священную хронологию. Сохранилось письмо блаженного Иеронима от 395 года к Ациану, где он сообщает, между прочим, что весь Восток трепетал в ожидании нашествия гуннов. Блаженный Иероним вынужден был в Иопии держать на готове суда для своих монахов и монахинь, чтобы бежать в случае нападения гуннов на святую землю. Гунны уже осаждали Антиохию, и ходила молва, что они намерены брать штурм Иерусалим, ища в нем сокровищ. Но особенно много огорчений доставила ему его полемика, от которой он не мог отказаться и здесь, в Вифлеемском удалении от мира, и которую он вел с большим подъемом чувства. Блаженный Иероним или обличал лиц, высказывавших взгляды, несогласные с учением церкви, или защищал свои воззрения в случае нападок на них со стороны лиц, расходившихся с мнением Блаженного Отца по известному церковному вопросу. Так Блаженный Иероним выступал с тремя обличительными книгами, выступил против одного свободомыслящего инока Иовиниана. Он указывал на следующее заблуждение в учении последнего. Первое, что девство, вдовство и брак сами по себе одинаково безразличны и одинаково приятны Богу. Второе, что истинно возродившиеся в водах крещения могут быть безгрешны. Третье, что пост и соединенное с благодарением Бога пользование пищей имеет одинаковое нравственное достоинство. В 399 году Блаженный Иероним был вовлечен в знаменитый спор об оригене, продолжавшейся около пяти лет. Во время этого спора, доставившего чрезвычайные неприятности Блаженному Иерониму, он из прежнего почитателя, знаменитого Александрийского учителя, обратился в горячего обречителя его заблуждений. Спор этот вызвал окончательный разрыв между Блаженным Иеронимом и Руфином, некогда друзьями. Более успешно была тоже доставившая немало огорчения Блаженному Иерониму переписка его с Блаженным Августином. Иероним убедил Августина отказаться от его ошибочного мнения, по которому он считал ненужным перевод священного писания с еврейского языка ввиду существования перевода семидесяти толковников. С другой стороны, Блаженный Августин убедил Блаженного Иеронима молчаливо отказаться от его толкования 11-15 стихов 2 главы послания Галатам, где Блаженный Иероним представлял действия верховных апостолов в свете неискренности, унижавший их высокое достоинство и колебавший авторитет священного писания. Блаженный Иероним был по преимуществу человек науки и оставил после себя богатое наследие в виде своих литературных произведений. По предмету и характеру своему эти сочинения могут быть разделены на четыре вида. Первое – догматика полемические, второе – нравственно-аскетические, третье – труды по истолкованию священного писания и четвертое – труды исторические. К догматике полемическим относится разговор против Пелагиан, написанный в конце 1415 года. Книга против Гильвидия о преснодевстве Блаженной Марии в Риме в 383 году против Иовиниана в Вифлееме в 392 году и против Вигиляция. Немало произведений этого рода было вызвано и оригиналистическими спорами послания к Феофилу Александрийскому против Иерусалимского епископа Иоанна в 398 и 399 годы. Две книги апологии против книг Руфина в 402 год. Третья книга или последний ответ написания Руфина в 402 год. Вынужденное участие Блаженного Иеронима в распрях, вызванных расколом в Антиохийской церкви, было причиной появления книги «Спор православного с Люциферианином» в 379 году в Антиохии. Из переводных, чисто догматических трудов замечательные переводы Блаженного Иеронима, сочинения Оригена о началах 399 год и сочинения Дидима о Святом Духе. Нравственно-аскетическая деятельность Блаженного Иеронима нашла свое выражение главным образом в его письмах. Из них сохранилось бесспорно подлинных 120. Особенно поучительны следующие письма Блаженного Отца. 14 к Илеодору с восхвалением отшельнической жизни. 22 к Ивстохию о сохранении обета девства. 52 к Непоциану о добродетелях монашествующих в связи с изображением идеала пастырского служения. 58 к Павлину с наставлениями монаху. Сюда же можно отнести и составленное Блаженным Иеронимом описание жизни подвижников Павла Фивейского, 376 год, Малха Монаха и Святого Илариона. Оба написаны около 379 года. 103 к Ивстохии содержит биографию Павла Вифлеемской с подвижницей Иеронима. Но поистине бессмертную заслугу перед христианским миром Блаженный Иероним стяжал себе трудами, относящимися к излюбленной им области изучения Священного Писания. Труды этого рода Блаженного Иеронима можно разделить на Исагогические, филологические и, третье, экзогетические. К Исагогическим относятся следующие произведения Блаженного Иеронима. Первое. Об еврейских именах. Сочинение это, составленное под влиянием Иосифа Флавия, Филона и Оригена, содержит объяснение в мистико-олегорическом духе различных собственных имен, встречающихся в ветхозаветних и новозаветних книгах Священного Писания и расположенных в алфавитном порядке. В 380 году Блаженный Иероним написал сочинение под заглавием «Книга о положении и именах еврейских мест». Сочинение весьма важное для изучения топографии и археологии Палестины. Еврейские вопросы на книгу «Бытия», другое произведение Блаженного Иеронима, рассматриваемого рода, представляют собой критические замечания на труднейшие места книги «Бытия», сделанное на основании сравнительного изучения текстов итальянского, еврейского и греческого семидесяти толковников. Филологический характер носит следующее произведение, принадлежащее Перу Блаженного Иеронима. Исправление по существующим в его время редакциям перевода семидесяти, так называемого италийского, латинского перевода Библии, широко распространенного в латинской церкви, но заключавшего массу погрешностей. Блаженный Иероним приступил к этой работе в 383 году по поручению Папы Дамаса. Прежде всего он занялся исправлением четвероевангелия и остальных книг Нового Завета. Из ветхозаветных книг им была исправлена Псалтирь. Псалтирь по распоряжению Папы Дамаса тотчас была введена в богослужебную практику и стала называться Римским Псалтирем. Впрочем, она употреблялась только до 16 века. Книги Новозаветные, исправленные Блаженным Иеронимом, и доселе входят в состав Библии, употребляемой во всей западной католической церкви. Уже во время жизни в Вифлееме Блаженный Иероним докончил исправление итальянского текста и для книг Ветхого Завета. Причем эту работу он опять начал в Псалтире, который он исправил по Оригеновым Гигзаплам. Манускрипт последних им найден был в Кесарии, где был Ориген в III веке. Гигзапла Оригена представляет собой список книг Священного Писания Ветхого Завета, разделенный на шесть столбцов, откуда и название. В первом столбце помещался еврейский текст с еврейскими же буквами. Во втором тот же текст в греческой транскрипции, в третьем перевод Акилы, в четвертом Симаха, в пятом семидесяти толковников и в шестом Феодатиона. Перевод семидесяти был снабжен заметками, указывавшими его различия от еврейского текста. Эта псалтирь известна под именем Гальской Псалтири, потому что вошла в употребление прежде всего в Гальской церкви и потом была принята во всей Западной церкви. Тем же порядком Блаженный Иероним исправил и все остальные книги Ветхого Завета. Но этот труд по лукавству одного человека, как говорит сам Блаженный Отец, пропал бесследно за исключением книги Иова. Будучи знатоком еврейского, халдейского, латинского и греческих языков, имея под руками такое важное пособие, как Гигзапла Оригена, Блаженный Иероним предпринял самостоятельный латинский перевод всех священных книг Ветхого Завета с их оригинального языка. Он желал уничтожить недостатки итальйского текста. К работе Блаженный Иероним приступил около 390 года, а окончил его в 405 году, когда оказался переведенным весь Ветхий Завет за исключением неканонических книг Варуха, 1-2 Маковейска и Премудрости Иисуса сына Сирахова. Почти все книги переведены с еврейского подлинника, только Тавит и Иудив переведены с халдейского языка, до некоторой части книг из Сирии и Даниила, из греческого. Перевод Блаженного Иеронима не чушит недостатков, потому что велся чрезвычайно поспешно. Например, книга Тавит переведена в один день, книги Соломонова в три дня, но и при своих недостатках перевод Блаженного Иеронима до сих пор не имеет равных по красоте, выразительности и точности изложения. И неудивительно поэтому, что при Григории Великом перевод вошел во всеобщее употребление в латинской церкви, а с 13 века сделался известным под именем Вульгаты, то есть перевода, распространенного среди всего народа. Великий Григорий с 590 года, римский епископ. Экзогетические труды Блаженного Иеронима распадаются на переводные, переводы Гамилии Оригена, 14 на пророка Иеремию, 14 на языке Иля, 2 на песнь, песней, 39 на евангелиста Луку и его собственные. К последним относятся толкования на Евангелие Матфея, 398 год, на послание апостола Павла, Галатам, Эфесянам, Титу и Филимона, а также толкования на Покалипсис. Много отдельных толкований разбросано по его письмам. Толкование Блаженного Иеронима по большей части является филологическими объяснениями, которые нередко переходят в беседы мистика-оллегорического характера. Они ценны еще и в том отношении, что среди объяснений сохранились отрывки из утраченных теперь произведений Оригена, Аполлинария и Дидима. Исторические труды Блаженного Иеронима исчерпываются следующим переводом хроники и все веки сарийского на латинский язык, да и ее незначительной переработкой и продолжением до 378 года и каталогом о знаменитых мужах. При ограниченности исторического материала, сохраненного древностью, первый труд имеет немаловажное значение. Последний труд, составленный главным образом на основании сочинений Евсеви и Кисарийского, дает последовательный исторический обзор всей христианской литературы, оканчивая 14-м годом правления Феодосия Младшего. Наряду со сведениями о сочинениях помещается и биография самих писателей. Главное внимание в этом обзоре Блаженный Иероним уделяет экзогетическим трудам, среди которых он поместил и свои собственные. Блаженному Иерониму пришлось быть современником падения Рима под ударами готских полчищ Алариха в 410-м году. Вечный город в течение многих веков, бывший живым олицетворением государственного могущества, явился местом ужаса, смятения, голода и бедственности, пожара и кровопролития. Его блистательные церкви превратились в пепел и мусор. В эти ужасные дни в Риме погибли близкие Блаженному Иерониму лица Марселина и помахи. Когда весть о падении Рима достигла Блаженного Иеронима, он произвела она на него впечатление неожиданно разразившегося грома и преисполнила его великой скорбью. Последняя нашла свой отголосок в его письмах. Кто бы поверил тому, спрашивал он, чтобы Рим, основанный на триумфах над всем миром, мог подвергнуться разрушению, чтобы он, матерь народов, мог также сделать их гробницей, чтобы все страны Востока Египта и Африки наполнились толпами юноши и дев прежнего владыки мира, чтобы священному городу Вифлеему пришлось изо дня в день видеть, как блистательные лица обоего пола, некогда жившие в избытке и роскоши, стремились к его стенам в качестве нищих. Блаженный Иероним, не будучи в состоянии помочь им, разделял постигшее их горе, проливая вместе с ними слезы. Но эти слезы были облегчением по сравнению с теми, какие сторгались из его глаз, когда он впервые получил весть о взятии Рима и сопровождавших это мировое событие в ужасах. Мой голос, говорит он в письме Принципии по поводу смерти ее матери Марцелла, подавлен и рыдание затрудняет мне диктовать слова. Взят город, который сам некогда взял весь мир. Мало того, он погиб от голода, прежде чем пал от меча. И едва несколько человек найдено было для того, чтобы взять их в плен. Ярость голодных переходила в гнусное людоедство. Люди оторвали друг у друга члены. Мать не щадила своего грудного ребенка. В 1411 году престарелого подвижника постигло новое испытание. Самый Вифлеем трепетал от ужаса, вызванного диким набегом бедуинов-арабов. И лишь милость Божия спасла общину блаженного Иеронима от разорения. Так среди бедстви, пережив своих всех друзей, оканчивал в печальном одиночестве свои дни блаженный Иероним. Самый внешний вид его свидетельствовал о перенесенных им подвигах, лишениях и утратах. Уже давно седые волосы обрамляли чело, изборожденное глубокими морщинами. Слабые впалые глаза и бледно изможденное лицо носили следы многих слез. Единственный светлый луч, скрасивший сумрачную старость блаженного Иеронима, было поселение в Вифлееме младшей Павлы, внуки Павлы и Альбины, христианской жены языческого жреца с дочерью Меланией. Они, вероятно, и закрыли глаза умиравшего старца. Год смерти блаженного Иеронима точно неизвестен. Сохранилось, впрочем, свидетельство Проспера Аквитинского, которое говорит, что блаженный Иероним скончался 30 сентября 420 года. Вероятно, он отошел в вечность после довольно продолжительной и тяжкой болезни. Так можно догадываться на основании того обстоятельства, что за последние 9 месяцев 420 года не существует ни одного письма блаженного Иеронима. Очевидно, болезнь отнимала у него возможность писать. Погребен был близ Павла и Евстахи в пещере соседней к месту Рождества Христова. В 642 году мощи блаженного Иеронима были перенесены из Вифлеема в Рим и положены в церкви Божией Матери в Маджиоре, где ныне они неизвестны. Сохранилась лишь честная рука, которая находится в Риме в церкви его имени близ площади Форнеза. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин